Всем привет! С вами Плагас и это как это делается? Часть вторая. Коротко. И всех с наступающими и прошедшими. Сегодня я по плану покажу 5 работ, которые получат по 1000 голды. И кратко расскажу пару фишечек про то, как рисовать во флэше. И первое, что я покажу, это работа Ивана. Прислал он её почти сразу после первого кэда. Называлась она Британский танк. Я мог ожидать всё, что угодно. Но когда я её открыл, я просто взоржал. Вот он этот красавчик с большой такой английской шапкой. Почему-то мне доставило абсолютно всё. И вот эта вся рисовка, его выражение лица. Ну и естественно вот эта вот шапка. Вот за это вот настроение, за этот чудесный английский танк Иван, ник которого я всё равно узнаю, получает 1000 голды. И следующая работа это тот случай, когда художник, наверное, знает даже больше, чем я. Отличный уровень рисования. Интересный сюжет. Но отсутствие времени для его воплощения. Сейчас я вам покажу отрывок, а вы сами всё решите. Он, правда, без звука, но вы всё поймёте сами. И вот наш герой-танк Тетрис-4 движется в расположение врага. И получает первую плюху от неведомого противника. Ищет себе укрытие. Выцеливает. И такой коварный ствол. Небольшая пауза. Наверное, перезаряжается. Осматривает местность. И бабах! Ещё одна. Но косая советская пушка даёт о себе знать. И зовёт на помощь инженерную роту. И она не заставляет себя долго ждать. Два маленьких сержанта страйп-бата двигаются по направлению к врагу. И... И всё. На этом наш сюжет заканчивается. А чтобы узнать продолжение, нам придётся попросить Антона с ником Тошек, чтобы он нам его нарисовал. И, наверное, если мы дружно попросим его в комментариях нарисовать продолжение, он не устоит. Ну а Тошек в качестве поощрения с моей стороны получает 1000 голды. И следующую работу нам прислал Олег с ником Дилеран, где чудесный французский танк Батчат, идеально созданный для сидения в кустах и за камнями, ждёт появления противников. И противник себя не заставляет ждать. Небольшая перестрелка. Встреча. Окружение. И небольшая сцена танковой любви. Но тут появляется французский спецназ и делает своё грязное дело. Отличный сюжет, шикарная концовка и неожиданный поворот событий. И следующий мне прислал работу Макс Макс. И именно два раза. Просто шикарная, отличная прорисовка. Прямо аж глаз радуется и слёзы наворачиваются. Но я-то это уже видел, а вы ещё нет, так что смотрите. И вот артиллерия выцеливает. Бабахать, обратите внимание, на дым. И что нужно делать? Правильно. Надо сматываться. Потому что трасса Дрочеры не заставит себя ждать. А вот и они. Но всё обошлось. Вот такой кратенький отрывочек. Очень понравилась прорисовка фона. Интересные облака. Видно, как пробивается солнце. Немножко оно карикатурное. Но всё равно как бы клёво. Единственное, что меня сразу смутило, это то, что нету второго заднего плана. От этого кажется, что за вот прям за этим зелёным массивом находится какой-то обрыв. И облака это только подтверждение. Как будто это какая-то горная артиллерия наносит свой удар. Ещё было бы здорово увидеть тень возле домика. В любом случае, если у нас есть солнце, свет, то она какую-то тень отбрасывает. В то же время, как вот если у кустов есть какая-то яркая и менее яркая часть, то у дома, я думаю, тоже должна быть какая-то тень. Тем более, что фасадная часть дома, или как она там называется, она чуть темнее. Что, в принципе, очень клёво и правильно. Значит, всё равно должна быть... А так всё клёво. Все вот эти вот тени и блики в артиллерии. Это просто феноменально. И Макс Макс с ником Чикарь получает следующую тысячу голды. И у нас в запасе остался ещё один мультик, который я оставил на вкусненькое. И следующую работу нам прислал Михаил. И нарисовал он наш любимый, старый, добрый, немецкий танк Маус. И нарисовал он его просто шикарно. Давайте посмотрим. Трибура наблюдения разбиты. Видимо, снижена. Мужчины обнаружены. Ну, что я могу сказать? Ну, шикарно же. У меня только один маленький вопрос. Почему у него белый флаг торчит из кормы? Ну, я думаю, такая интересная задумка автора. Но от этого отрывок мультика не стал хуже. А даже придал ему своего рода изюминку. Так что наш художник с ником Logic Face получает тысячу голды. И вот у меня, наверное, по работам на сегодня всё. Меня очень радует, что работ огромное количество. И очень огорчает, что бюджет передачи немного ограничен. И, к сожалению, я не могу показать все работы и раздать заслуженную голду. Но конкурс остаётся в силе. Прислал работу, я показал, получил свою награду. Спасибо всем участникам. Вознаграждение придёт на их танковый аккаунт. Но сегодня 31 число. Я думаю, что будет небольшая задержка с выплатами. Но будьте уверены, всё придёт. И теперь вернёмся к нашему Кэду. И я расскажу пару фишечек про флэш. На конкурсе физмультуру я там выложил небольшой мультик. Он совершенно не в моём стиле. Всё это я сделал по нескольким причинам. Во-первых, я хотел попробовать некоторые штуки, которые я давно задумывал. Но не мог осуществить средствами своего мультика. Потому что они немножко бы выбивались из общей стилистики. Во-вторых, я не хотел давить своими персонажами, которые уже довольно узнаваемы. И, так сказать, дать всем равные возможности и шансы. Более того, оказалось, что очень много работ сделаны по моему принципу, по Кэду. И, может быть, даже мне захотелось немножко выделиться. Там был такой небольшой момент. Гусеницы танка двигались. И я сейчас буду рассказывать, как это всё у меня получилось. Кроме того, очень часто я вижу комментарии, что «Вот очень неудобно рисовать мышью. На планшете я бы сделал это быстрее, удобнее». Да, в этом есть, конечно, здравый смысл. На планшете рисовать значительно проще. Но я вас уверяю, что нарисовать мышью небольшой мультик вполне себе реально. И если у вас хватит усидчивости и старания сделать мультик мышью, то на планшете вы будете их крепать со скоростью света. И сегодня я буду рисовать мышью. У меня обычная мышь, игровая, которой я играю в танке. Вот ей я и сегодня порисую. Я беру кисть, цвет берём чёрный. И выбираю здесь сглаживание. Я поставил 70, чтобы совсем всё было плюшевое. И без всяких эскизов, без обрисовки. Просто придумаю персонажа. Самый простой, обычный танк. Вот, например, его корпус. Вот его башенка у нас будет. Ну, это его ствол. Небольшая командирская башенка. Обратите внимание, всё на новых слоях. Делаю большие колёса. Даже я их сделаю здесь всего два, чтобы вообще выбиваться. И я беру красный, чтобы было видно на фоне этого чёрного. Рисую те самые, и даже сделаю чуть потолще, те самые гусеницы. Вот что у нас получилось. Теперь это приведём в более приятный глазу вид. По тому же принципу. Делаю здесь какие-то обводки. Наверное, у нас должна быть здесь граница верхнего и нижней части корпуса. Так, кисть слишком толстая. Вот так вот у нас будет граница. Её тоже сделаю чёрной. И такая вещь, я думаю, что стоит... И заметьте, что я не использую сглаживание, потому что линии уже сглажены и без этого. За счёт вот именно сглаживания, которое дало нам вот эта вот настройка. И вот я говорю, что у меня линии об лодке будут не чёрными, а, например, в цвет танка. Допустим, я хочу тёмно-коричневый танк. То есть они будут тёмно-тёмно-тёмно-коричневые. А сам танк, естественно, вот таких цветов. Как я, в принципе, делал и в мультике для физмультуры. И здесь по тому же образу и подобию. Да, немножко необычно получается. Вот именно, может быть, это я тоже хотел попробовать, поэкспериментировать. Не буду я рисовать эмоции вообще танку. Не будет у него глазок и всего прочего. Так, и колёса мы тоже сделаем такие же. Единственное, что мы их сделаем чуть темнее, чтобы они совсем не сливались с нашим фоном. И вот эти самые наши гусеницы. По привычке уже сглаживаю. И сделаем их, наверное, ещё почти чёрными, я думаю. Вот такие они у нас будут. Ну, мы получили довольно стрёмненький такой танчик. Но нам главное понять принцип. Я создаю новые ключевые кадры. И возвращаемся к первому. И обратите, что мы сейчас будем делать. Освободил слой с гусеницами. Беру стёрку. Выбираю ей форму квадратную. Отдаляю на нужное расстояние. И начинаю методично стирать там вот эти вот элементы. Сверху, снизу. Сверху может быть чуть больше, снизу чуть меньше. Но это уже ваше. Но это уже ваше дело. И в следующем кадре, у нас здесь ещё не стёрто. Я нажимаю такую штуку, как многослойная структура. Onion Skin. И нажимая вот на этот квадратик, какой цвет он не имеет значения, это мы видим только контуры. И мы видим контуры предыдущего кадра. И начинаем здесь стирать. Так же. То есть, если танк у нас движется слева направо, то есть у нас и гусеницы будут двигаться в этом направлении. То есть я делаю анимацию движения гусениц. Ну, здесь, естественно, они идут в другую сторону. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Я создаю ещё пустые ключевые кадры, то есть копирующиеся. Убираю наш Onion Skin. Отрубаю обводочку. И смотрим. И вот мы уже видим какое-то призрачное движение, так сказать. То есть из двух кадров, конечно, это ещё непонятно. Но мы сейчас сделаем ещё и третий кадр. Так, врубаем опять Onion Skin до прошлого кадра. Обводочку. Стерочку. И смотрим, что получается. И сейчас, если мы посмотрим, у нас уже будет ещё явная картина вращения гусениц. То есть видите, да? Но, естественно, без движения самих катков оно будет вообще неявным. Поэтому мы берём слой с катками. Я здесь удаляю ключевые кадры вообще. Удалить ключевой кадр. И начинаю как бы сначала. В этом кадре я делаю треть оборота. Как-то вот так вот, наверное. Если я два раза кликаю по обводке, у нас берётся весь объект замкнутой области. Давайте посмотрим. Ну, какое-то непонятное движение, но оно есть. И покачивание башни. То есть танк не может двигаться настолько ровно, равномерно, чтобы у него не качалась башня. Поэтому сделаем небольшое покачивание. И покачивание корпуса. Ну, и вот смотрите, что у нас получилось. Конечно, криво, немножко коряво. Но само движение и направление движения танка у нас вполне себе уже просматривается. Если мы добавим здесь значительно большее количество кадров, вращение колеса и покачивание корпуса, естественно, у нас движение будет намного плавнее, ровнее. И, в принципе, то, что вы видели в мультике. На этом я внеплановый пред- и постновогодний выпуск, наверное, завершаю. Потому что меня уже зовут праздновать новый 2013 год. Выпуски ещё будут. Привязываться к датам я пока не буду. Там я подробно буду рассказывать про другие разные фишечки. На этом я прощаюсь, откланиваюсь. Всё, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова